И на, не знаю, там, пешеходные переходы, помнить о скорости, включать поворотники. Ну, тоже кажется, что все вместе, газ, тормоз, как-то слишком много всего. В самолете такое же ощущение сначала, но потом быстро привыкаешь, и все уже, кажется, гораздо проще. Плюс в плане безопасности, ну, вы знаете, даже я постоянно об этом думала, да, но вот раньше я считала, что если вы потеряли, например, сознание в машине, к примеру, да, какой-то крайний случай, то, конечно, это казалось там более безопасным. Машина все-таки на земле, да, она как-то остановится. Но на самом деле, даже если это случилось с пилотом в самолете, может быть, вы слышали, был случай, когда пилот Мига катапультировался на взлете, потому что то ли ему показалось, что отказал двигатель, а самолет этот в результате долетел до Бельгии. То есть самолет, он лечит сам по себе, поэтому он так и называется – самолет. Если он правильно настроен, правильно оттренирован, то даже если что-то там потеряли, какую-то осознанность в воздухе, он лечит прямо, он не лечит в землю, он не падает, он просто лечит вот до тех пор, пока у него есть топливо. Вот, поэтому в этом плане самолет – надежная штука, и, конечно, уже дальше безопасность зависит от ваших навыков, от адекватности пилота, да, ну, так же и в машине, наверное. Это правда, что женщины аккуратнее и педантичнее, строже следят за летным инструктажем, а мужчины более рисковые? Мне кажется, да, возможно, у нас выше немножечко инстинкт самосохранения, да, мы все-таки мамы, и поэтому мужчины, насколько я слышала, да, от инструкторов, что очень часто курсанты, вылетая самостоятельно через достаточно короткое время, начинают лихачить. Или наоборот, сверхуверенность очень опытных летчиков зачастую их подводит. Насколько я знаю из общения с женщинами-пилотами, все-таки женщины в первую очередь всегда думают о безопасности, причем не столько это ценность там собственной жизни, сколько сознание, что тебя ждут на земле, что ты нужен детям и семье, вот, и, наверное, это все женщина удерживает от каких-то опасных маневров. Юлия, вы впервые придумали, организовали в России авиадевичник. Расскажите о нем, когда он прошел, и что это было за мероприятие? Авиадевичник прошел в сентябре. Сначала у меня была просто идея позвать девчонок-пилотов в гости, потому что я летала по разным аэродромам, знакомилась, знала девушку из Питера, знала девушку из новинок, и знала с другого аэродрома. Мне показалось, что было бы очень здорово все-таки всем вместе собраться, вот, и планировала это, ну, как с некоторой привязкой к моему дню рождения, как подарок самой себе, пригласить в гости девчонок-пилотов. А дальше это развелось в такое масштабное мероприятие. Я не ожидала, что у нас все-таки достаточно много девушек-пилотов, много молодых девчонок, и все так откликнулись, с удовольствием приехали, вот. Вот, поэтому хотим, конечно, сделать мероприятие ежегодным, но с учетом масштаба уже вот приглашаем потенциальных спонсоров, если это мероприятие интересно, если кто-то нас сейчас слушает. Так что будем рады любой поддержке, чтобы сделать это мероприятие постоянным. Но участниц было достаточно много, вы ожидали гораздо меньше. Да, да, я не думала, что девчонки смогут прилететь из разных городов специально под это мероприятие, с учетом, что все-таки до Орешкова нужно еще добираться от Москвы, да, и не так это просто, но все-таки девушки-пилоты такие отчаянные и смелые преодолели все препятствия, и приехали даже представительницы Союза «Авиатрис», очень заслуженные летчицы еще Советского Союза, тоже поддержали это мероприятие, так что просто было восхитительно. Никто не ожидал такого, все уехали с самыми позитивными эмоциями, и, да, повторюсь, что хотим повторять. Но теперь уже встречаться не только в таком земном формате, а хотелось бы, конечно, чтобы было какое-то женское авиашоу в небе, но с этим вот как раз пока сложности. Мы спрашивали про сложности девушек в авиации. Девушки сейчас пока что в количественном, наверное, составе, меньше владеют техникой, чем меньше женщин-владельцев самолетов, чем владельцев самолетов-мужчин. Вот я надеюсь, конечно, что ситуация будет меняться. Возможно, связано с тем, что девчонки-пилоты все-таки еще молодые, и я, например, в 20 лет или в 30 лет я тоже была занята. То есть все-таки самолет – это не первоочередная потребность. В этом возрасте я тоже думала о карьере. Сначала карьера, потом воспитание детей, и все-таки сначала у нас это жилищные, да, мы стараемся доработать, думаем о собственном жилье, о машине, об обучении детей, и потом уже, конечно, если… Нормальные женские планы, да, хлопоты. Да, да, конечно. Но я надеюсь, что у девчонок все сложится, и все-таки вот через некоторое время уже сможем с женским составом полетать. Юля, вы же еще ведете блог про авиацию. Что вы там рассказываете, что спрашивают подписчики? Блог личный, я рассказываю и о себе, о своих полетах, делюсь полетами, делюсь поездками на разные аэродромы и стараюсь писать тоже, изучая самостоятельно эти темы, авиацию, да, то есть я… Это скорее мое собственное обучение, которым я делюсь. Мне интересно читать про разные типы самолетов, я разыскиваю всякие интересные истории, делюсь именно с подписчиками. Подписчики, очень много таких благодарных подписчиков, которые поддерживают, вот, но много и таких, которые стимулируют, да, к чему-то новому, потому что когда люди разные, да, добрых, конечно, больше, но есть и такие комментарии, там, ну, что подумаешь, летает, вот, ну, летает просто, да. Сначала, когда я летала с инструктором, да подумаешь с инструктором, вылетела самостоятельно, ну, подумаешь, просто летает. Стала пилотажем заниматься, ну, какой-то простой пилотаж. Вот, подписчикам все время мало, хочется чего-то большего. Я, конечно, не могу сказать, что я иду на поводу, да, я понимаю, что никогда не угодишь всем, но, тем не менее, какие-то комментарии меня подвигают на то, чтобы достигнуть чего-то нового. А как вы относитесь к авиапутешествиям? У вас в семье они присутствуют? Куда-то вы летаете? Вот как раз это тот самый самолет Бананда, на котором мы хотели на фестиваль «Небо» на аэродром «Черный» лететь. Мы очень ждем, когда будут закончены все работы по нему. И, да, хотим путешествовать, хотим путешествовать с семьей и летать по России. Вот в Европе это довольно популярное такое направление туристическое. А вообще в России как это с этим дело обстоит? Я знаю достаточно много людей, которые летают и на дальние расстояния летают. Вот, хотим как раз присоединиться, стать тоже одним из тех, кто не просто, как сейчас у нас, полеты над аэродромом, но и все-таки перемещаются на дальние расстояния, прилетают в гости. Я знаю целые семьи, мама, папа, дети, которые каждые выходные летают то на Валтай, то в Переславль-Залевский, то к нам в Орешково, с другого подмосковного аэродрома. Они очень довольны, счастливы. Это вот их образ жизни. Мы хотим скорее примкнуть. У вас муж тоже, да, водит самолет, как правильно сказать? Да-да-да, это наше такое семейное хобби. Так что мы друг друга поддерживаем во всем. У вас столько занятий, вы еще и мама двух дочек. Как все успеваете? Дочки с нами. С нами летают, с нами приезжают на аэродром. Но с понедельника по пятницу, конечно, мы, как и все, каждый бегает по своим делам. Дочки по школам, секциям, каким-то занятиям. Мы с супругом работаем. Так что в плотном графике с понедельника по пятницу, а в субботу и в воскресенье уже все вместе. Рядом с самолетами в самолетах, на аэродромах. Ну и все значимые такие мероприятия, связанные с авиацией, в стране тоже стараетесь посещать, да? И тот же МАКС, Небо, фестиваль. Да-да, во-первых, это тоже возможность встретиться с друзьями. Не все всегда могут прилететь к нам, хотя очень любят прилетать к нам в гости. Но каждое мероприятие – это повод одновременно увидеться с друзьями, пилотами. О малой авиации мы говорили с пилотом Юлией Крыловой. Интервью на Радио Спутник Радио Спутник Говорим то, о чем другие молчат. Новости Южной Осетии на Радио Спутник На Радио Спутник Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Доброе утро, Осетия! Доброе утро, Осетия! Встречайте каждое утро вместе с нами, ну а мы сделаем начало вашего дня интересным и позитивным. И постараемся в этом мы, Ольга Цхавребова и Александр Бестаев. Дарайсом Хорзи Растон! И вот основные темы ближайшего часа. На пороге взрослой жизни выпускники школ Южной Осетии готовятся к последнему звонку. Уже в пятый раз Осетия присоединяется к ночи музеев. Аланию в стыке. Владикавказская Алания обыграла СК Хабаровск и заняла четвертое место в футбольной национальной лиге. Ну и начнем наш эфир. Совсем скоро, вот-вот через пару недель в Южной Осетии уже состоится последний звонок. Ну а примерно через месяц потом еще и состоится выпускной бал. Безусловно, это, наверное, один из самых важных моментов в жизни каждого человека. Это переход, наконец, действительно ко взрослой жизни, шаг во взрослую жизнь, где на человека уже возлагаются большие надежды, большая ответственность на плечи каждого школьника. Ну, в прошлом году из-за пандемии коронавируса были определенные сложности в связи с проведением этих мероприятий. И, конечно же, все прошло не так, как обычно. Но в этом году, слава богу, в Южной Осетии ситуация стабильная с заболеваемостью. Поэтому будут отмечать и отмечать широко эти праздники. Ну и, конечно же, также для выпускников очень важен тот момент, момент поступления. И сейчас мы подробнее обо всем этом поговорим. Прямо сейчас у нас на связи министр образования и науки Наталья Гассиева. Наталья Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Давайте начнем с последнего звонка и выпускного. Расскажите нам, пожалуйста, когда они пройдут, кто является организатором этих мероприятий, и как все будет организовано, как и где пройдет все. В этом году последний звонок прозвенит до 25 мая и окончит школу 519 учащихся 11 классов. Что касается последнего звонка праздника, то непосредственно в каждой школе будут проведены торжественные линейки. А вечером 25 мая силами Управления культуры, молодежи и спорта администрации города будет организован праздничный концерт с участием звезд Северной и Южной Осетии. Выпускных банкетов в этом году, как и в прошлом, и в предыдущем, не предусмотрено. Именно 25 мая. То есть выпускного? А пока это выпускного бала? Да. Выпускного бала, то он пройдет 25 июня. И традиционно проведение этого мероприятия поручено Республиканскому дворцу детского творчества. В рамках выпускного бала запланирован торжественный проход по красной дорожке, развлекательная программа с участием воспитанников Дворца детского творчества. Затем выпускники вместе с классными руководителями, с дирекцией школы пройдут в зал, зрительный зал Государственного театра, где их ждет праздничный концерт с участием звезд эстрады Южной Осетии. Вот такая программа на 25 мая и на 25 июня. Наталья Константиновна, вот я сейчас нашел информацию. В прошлом году школу окончили 468 школьников, в этом году больше 500. Скажите, пожалуйста, наблюдается ли такая тенденция, что выпускников все больше и больше становится? То есть как было в позапрошлом году? Ну мы рассчитываем, конечно, на то, что с каждым годом выпускников все будет все больше и больше. Но сейчас пока точно прогнозировать, конечно, мы не можем, потому что есть семьи, которые уезжают, приезжают. Естественно, вы понимаете, что точное количество мы прогнозировать не можем. Но уже можно отметить тот факт, что каждый год у нас количество выпускников увеличивается. И как наглядный пример 519 выпускников в этом году. Скажите, пожалуйста, отмечать в ресторане вот после вот этих торжественных мероприятий тоже нельзя будет, да? Нет, в мае, 25 мая, утром, как я уже сказала, линейка, потом вечером концерт. И согласно решению коллеги Министерства образования, уже несколько лет у нас в эти дни никаких банкетов не проводится. То есть не состоятся банкеты. После 25 июня это уже как бы дети, уже не дети, получают эти статус релости. И дальше уже планируют соответствующие мероприятия. Но это уже как бы вне школьного периода. То есть школу, они уже закончили, они уже свободны. Но при этом мы просим тоже сообщить, когда, где, как они планируют отметить окончание школы. Соответствующей информацией передается Министерству внутренних дел. И, безусловно, мы стараемся это тоже контролировать. Но никаких банкетов в мае не ожидается. Наталья Константиновна, вот напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, выпускникам, почему было принято такое решение несколько лет назад, не проводить вот эти банкетные мероприятия? Ну, я думаю, абсолютно логично, чтобы такое решение было принято. Потому что 25 мая дети еще не закончили школу. Впереди у них выпускные экзамены. Они являются учениками. Естественно, организовывают банкеты, на которых будут присутствовать и педагоги, и родители. И ученики мы считали неправильным. И пока они находятся в статусе учеников, то, безусловно, это не окончание пока школы. Школу они будут заканчивать, когда получат свои эти статы. Все мы помним, как ситуация... Да, да. Да, да, и, конечно, это дети, и, безусловно, это некая эйфория. В мае вот они заканчивают школу. И, конечно, мы не могли допустить такого, чтобы где-то дети перешли в рамки, может быть, дозволенного дошкольников поведения. Все мы помним, что в прошлом году пандемия коронавируса отразилась не только, конечно, на проведении и последнего звонка, и выпускного, но и всей жизни в республике. В этом году будут какие-то ограничения или же нет? Все пройдет как раньше, до пандемии коронавируса. Я имею в виду, может быть, там, родителям нельзя будет присутствовать, в масках надо будет и так далее. Может, какие-то правила соблюдать? Нет, я не думаю, что были такие ограничения, будут связанные с масками, потому что вы знаете, что, слава богу, у нас достаточно стабильная эпидемиологическая обстановка в республике. Единственное, что концерт, который будет проходить в театре, безусловно, связан с количеством мест в зрительном зале. Поэтому по причине нехватки мест как раз в зале, скорее всего, будут присутствовать только выпускники, классные руководители и дирекция школ. Водители смогут посмотреть парад выпускников на площади. Это, конечно, общий праздник, и поэтому мы рассчитываем на то, что желающих посмотреть на красоту будет немало. У нас действительно очень красивая молодежь, и тем более в этот день они бывают особенные. И еще один вопрос, Наталья Константиновна, по поводу проведения мероприятий. Уже известно, кто будет выступать? Вот вы говорили, что звезды Южная Осетия, Северная Осетия. Если не секрет, расскажите нам, пожалуйста, кто будет принимать участие. Концерт 25 мая, как я уже сказала, организовывается управлением культуры администрации города, поэтому все вопросы к ним. Они сохраняют интригу, безусловно, поэтому нам тоже пока что это неизвестно. То же самое я могу сказать про выпускной бал. Там будут принимать участие артисты и коллективы из нашей республики. Но, опять-таки, здесь тоже сохраняется интрига и для выпускников, и для нас. В организации занимается Дворец детского творчества, продумывая данный вопрос. Еще хотелось задать пару вопросов про лимиты, если вы не против. Сколько в этом году было по линии Минобразования? В какие вузы? И вот интересно узнать, что все-таки больше востребовано у наших абитурентов, что менее? В этом году по линии Россотрудничества было выделено 18 бюджетных мест. Из 18 бюджетных мест по программам бакалавриата определились в республике. Это 10 мест. По программе специалитета 4 места, ординатуры 3. И по программе аспирантуры 1 место. Все 18 мест, они сформированы на основании госзаказа Республики Южная Осетия. На 18 бюджетных мест было подано 24 заявления. И если интересен перечень этих специальностей, то можно назвать несколько. Это статистика, это прикладная математика, картография, геоинформатика, градостроительство, информационные технологии и системы, электроэнергетика, электротехника, технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции и так далее. То есть, как вы видите по перечне, достаточно востребованные для нашей республики специальности. На данный момент... А в какие вузы? В московские все вузы? Вы знаете, наиболее востребованными у абитурентов нашей республики все-таки остаются наиболее востребованными московские вузы и направления. Абитурент сам определяет вузы и направления, безусловно. И на данный момент абитуренты ждут подтверждения о приеме от образовательных организаций. Но если говорить о популярности специальностей и направлений, то это градостроительство, это информационные системы, технологии и, конечно, медицинские специальности. Наталья Константиновна. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время присоединиться к нам и ответить на наши вопросы. Дорогие друзья, напомню, что на связи у нас был министр образования и науки Южной Осетии Натальи Гасева. Мы с ней поговорили о выпускных мероприятиях, о лимитах, конечно же. И мы практически все-все-все узнали. Ну и так как у нас тема школ, продолжим небольшой новостью. Спортивной новостью в Схинвале прошел турнир по легкой атлетике среди школьников. Кубок президента Федерации легкой атлетики Республики Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и спорту. В соревнованиях приняло участие около 250 учащихся школ Схинвала, которые выявляли наиболее подготовленных в четырех дисциплинах. Среди юношей на дистанции тысячи метров отличились Алан Джоев, это среднеобразовательная школа номер 10, Эрик Тибилов, это вторая школа, Александр Кукоев, это гимназия Рухс. Среди девушек же первыми стали Мария Губаева из гимназии Альбион, далее Лана Остаева, вторая школа и Валерия Остаева, третья школа. Также в дистанции тысячи пятьсот метров на полтора километра победителями стали Артур Багаев, школа интернат, Олег Кукоев, школа номер шесть и Андрей Цхавребов, гимназия Альбион. Ну а среди девушек в дистанции на пятьсот метров призовые места у Ксении Беспаловой, это первая школа, далее Мария Джоева, гимназия Альбион и Валерия Биченова, среднеобразовательная школа номер два. Как будто бы больше всего со второй школы. Ну, конечно же, поздравляем всех победителей, и очень здорово, что такие спортивные мероприятия проводятся и среди школьников. Дорогие друзья, не переключайтесь, это радио Спутник Южной Осетии, мы вернемся и продолжим наш эфир. Мы продолжаем наш эфир, это радио Спутник Южная Осетия. Цхинвальский районный суд Южной Осетии приговорил гражданина Грузии, которого задержали за незаконное пресечение границы в начале этого года, в начале января, 10 января, к году лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба комитета госбезопасности Южной Осетии. И подробнее об этом нам рассказала глава пресс-службы КГБ Екатерина Пязерова. Давайте послушаем ее. Задержанный 10 января текущего года за незаконное пресечение государственной границы Республики Южной Осетии гражданин Грузии Джапаридзе Алан Сусланович 1976 года рождения. 14 мая 2021 года признан Цхинвальским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к одному году лишения свободы условно. 14 мая текущего года Джапаридзе установленным порядком перед властям Грузии. Это была глава пресс-службы КГБ Южная Осетия Екатерина Бязерова. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы вернемся и продолжим наш эфир. Уважаемые радиослушатели, наш эфир продолжается. Напомним вам, это радиоспутник Южная Осетия на частоте 106,3 FM. Кстати, не забывайте заглядывать на наш сайт, вся самая оперативная информация всегда там. Там можно увидеть также и фотографии, ну и, конечно же, видео. Ну а мы с Александром продолжаем наш эфир, продолжаем вас знакомить с тем, что происходит и будет происходить в нашей республике. А предвидится очень интересное мероприятие столицы нашей республики в Цхинвале. Музеи Южной Осетии в пятый раз присоединятся к всемирной акции, которая называется «Ночь музеев». В этом году поучаствовать в ночной акции любителей искусства и истории приглашают Национальный музей Южной Осетии и Музей этнографии и краеведения, а также зоологии ЮОГУ. Действительно, очень интересное мероприятие во всем мире. Оно очень популярно. Огромное количество людей принимает участие в этом замечательном мероприятии. Но и в Южной Осетии тоже становится все больше и больше желающих принять участие в ночи музеев. Акция пройдет в традиционном формате. Пройдет она 17 мая. Ну, а начало запланировано на 20.00. С 20.00 и, конечно же, до поздней ночи двери музеев будут открыты для всех желающих. Ну, и, насколько я понимаю, это всегда бывает бесплатно. Бесплатный вход. Бесплатный вход, да, и бывает еще и программа, интересная программа. То есть можно будет не просто прийти и познакомиться с экспонатами, но еще и специальную программу подготовят сотрудники музея. Кстати, в прошлом году в России, например, из-за пандемии коронавируса, эта акция все-таки прошла в ночи музеев, но также в онлайн-режиме. Она прошла в прошлом году, и в этом году в России она также возвращается к привычному формату проведения, но в России она уже прошла вчера. Вчера эта акция прошла. А ситуация ночи в музее у нас в Южной Осетии сейчас мы подробнее узнаем. На связи у нас экскурсовод Олеся Бекуева. Олеся, доброе утро. Доброе утро. Олеся, расскажите нам, пожалуйста, в итоге, когда пройдет ночь музеев в Южной Осетии? Состоится она сегодня, и расскажите нам, что запланировано. Да, конечно, я все расскажу, но сначала я вам расскажу, в общем, об акции ночь музеев, что это такое. Акция ночь музеев – это международная культурно-образовательная акция, и вот в ночное время суток на экспонации тогда можно посмотреть совершенно по другим углам. То есть в ночное время сама атмосфера музея бывает необыкновенной, ну, как будто бы волшебной. И мне кажется, в это время больше ощущаясь свою связь со своим историческим прошлым. На самом деле, первая «Длинная ночь» музеев была организована в Берлине в 1997 году. Потом эстафету приняли во Франции. И на сегодняшний день в акции принимают участие свыше трех с половиной тысячи музеев в более чем 40 странах мира. Россия присоединилась к акции впервые в 2002 году, то есть совсем недавно. Вот акцию обычно проводят с 15 мая по 24 мая, то есть потому что это бывает как бы неделя акций в ночное музеев. И каждый музей бывает, то есть определяет определенный день недели. Вот. Впервые Южная Сетья присоединилась к акции в 2016 году, и акция потом стала у нас уже традиционной. Делаем это с этой целью, чтобы поддерживать интерес молодого поколения к истории нашего народа и к традициям, и в музеях в целом, конечно же. Почему нас музей выбрал именно сегодняшний день, 17 мая? Потому что историки начали праздновать именно 17 мая, и поэтому первый раз. И вот в этом году ночь музеев пройдет в традиционном опять-таки формате, то есть помимо демонстрации основной экспозиции, также будет показ фильмов, экскурсоводы проведут экскурсии, и по сложившейся традиции состоится вынос цекура айфардек, то есть волшебной бусины, исполняющей желания. И, конечно же, как же без знаменитого астинского гостеприимства, музей будет угощать посетителей и гостей нашего города вкусным домашним астинским пивом. Двери будут открыты с 8 до 12 часов ночи, и мы будем рады, конечно, каждому посетителю и каждому отзыву. Конечно, завсегдаты знают уже, насколько интересно бывает, но вот не все все-таки попали еще на ночь музеев. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о бусине, о которой вы сказали, как это все происходит. Я помню, в прошлом году из-за карантина, вернее, были другие. Мне не проходило, но до этого выносили. Вот как это все происходит? Как ее выносят? То есть это какая-то торжественная обстановка? Музыка играет, свет гаснет? Или как? Как нужно загадывать желание? Вот расскажите тем, кто не знает, кто сегодня первый раз собирается прийти и загадать желание, может быть. Да, расскажу вам вообще правила для того, чтобы загадывать желание, потому что по нашим традициям прикасаться к этой бусине должен только мужчина, может только мужчина. Женщина может загадать желание. И, значит, по традиции доставали эту шикурайфардек год один раз. То есть на Новый год пекли три пирога, возносили молитву Богу. И старший в семье, значит, выносил шикурайфардек. И в это время женщины дома подходили, загадывали желание. Но я не все буду рассказывать, чтобы не терять интерес сам посетителя, потому что лучше прийти к нам в музей и все своими глазами посмотреть, все услышать. Ну, а мужчины смогут дотронуться? Женщинам нельзя, а мужчины в музее смогут дотронуться до этого? Ну, если у кого-то дома есть шикурайфардек, то, пожалуйста, но так как этот музей экспонат не должен, к экспонату не должны притрагиваться, то мы, скорее всего, просто подходите и загадывайте желание. Кстати, очень много людей, которые, когда мы первый раз, значит, делали Ночь музеев, на следующий год, когда мы ходили, очень много людей говорили, что их желания сбылись. Ага. Так что... Здорово. Вот приходите. А во сколько вынесут ее? Вот в полдевятого. Ага, в половине девятого. Да, открытие, официальное открытие. Да. Олеся, скажите, пожалуйста, а вот насколько популярна вообще эта акция у нас в Северной Сети? То есть приходит определенное количество людей каждый год, либо же, наоборот, их количество увеличивается, я имею в виду, количество посетителей? Каждым годом, конечно же, и к акции увеличивается интерес, и непосредственно к музею тоже. Приходят люди разных возрастов, дети, дошкольного возраста. Сегодня сколько планируется? Каковы ожидания? Ну, мы думаем, что все-таки будет больше людей, потому что в прошлом году нам не удалось все это организовать, и люди с нетерпением ждали этой акции. Я думаю, много народу. Олеся, спасибо вам огромное за то, что нашли время присоединиться к нам и рассказать подробно об этой замечательной акции. Дорогие друзья, напомним, что на связи у нас была экскурсовод Олеся Бекуева. Она нам рассказала об акции «Ночь в музее», которая пройдет сегодня у нас в Южной Осетии в Национальном музее, и пройдет она в 20.00. Так что обязательно приходите, будет интересно. Александр, напомним, что «Ночь в музее» пройдет не только в Национальном музее нашей республики, но и в Музее этнографии и краеведения, а также в Музее зоологии ЮОГУ. То есть все музеи нашей республики присоединятся к этой замечательной акции. Напомним, вход свободный. И не просто вход свободный, а интересная программа, насыщенная программа ждет. И не забудьте, что начало в 20.00, а в 20.30 будет вынос вот этой замечательной бусины, на которую, взглянув на которую, можно загадать желание. К сожалению, дотронуться до нее нельзя, потому что это все-таки музейный экспонат. Ну и как нам рассказала Олеся, посетители, которые приходили несколько раз, говорили, что все-таки эти желания сбываются. Так что не упустите уникальную возможность. Возможно, это действительно стопроцентный вариант. Дорогие друзья, на этом первая половина нашего эфира сегодня подходит к концу. Далее нас ждут новости. С Урузмагом Догузовым, он на стинском языке расскажет все самые интересные актуальные новости. Ну а мы с Олей вернемся через пару минут. Не переключайтесь, мы поговорим о футболе. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат. Новости Южной Осетии на Радио Спутник. Новости Южной Осетии на Радио Спутник. До сквозии на Радио Спутник. Продолжение следует... 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 А здесь, к сожалению, ни Оренбургу, ни Алании даже не дали шанса. На летние каникулы, так как верят, что все-таки дадут все-таки стыки нашей команде. Здесь одна ситуация с тем, что Оренбург занял второе место. Если бы они, к примеру, третьими стали, то можно было бы подавать совместную апелляцию. А в этом же случае... Дэвид, вы у нас прерывались. Мы вновь свяжемся с Дэвидом. Ну и действительно, Алания закончила сезон на четвертом месте с 77 очками. Просто и последний матч был просто невероятен. Количество эмоций на 88-й минуте. Алания с красной карточкой. То есть, по сути, в меньшинстве была команда. Но все равно сумели забить и заняли в итоге четвертое место. Укрепились на четвертом месте. А красная карточка была, кстати, на 57-й минуте. То есть, практически весь второй тайм Алания играла в меньшинстве. И после матча просто невероятные эмоции. Празднование с болельщиками. Еще и, по-моему, вчера Алания вернулась во Владикавказ. И болельщики встретили и на машинах провели команду прямо до стадиона. То есть, очень здорово. Мы вновь связались с Дэвидом. На связи у нас спортивный эксперт Дэвид Мамедов. Дэвид, как вы нас слышите? Да, я возвращаюсь. У меня тут есть какие-то проблемы со связью. Я договорюсь с вами. Здесь проблема в том, что Ротор сейчас подает апелляцию. Команда в последнем туре ввела поединки с Рубином. Получила пенальти на 95-й минуте. И уже зная результат, у Файер и Синал сыграли нужный обеим командам. Счет 2-1. То есть, их даже ничья устраивала между собой. У Фейер нельзя было проигрывать, и они не проиграли. В общем, сейчас вот с подвалом РФПЛ и с новобранцами потенциальными из ФНЛ идет очень ожесточенная такая непонятная борьба. Я думаю, что и в премьер-лиге тоже не все решено. И, коль уж были разговоры о том, что хотят обличить чемпионат. Ну, как по мне, так самое время это сделать сейчас. Хотя бы на один сезон. И я думаю, что и меньше было бы недовольных. А в любом случае, там Бог прекращает свое существование. И вот если бы, к примеру, взяли три команды из ФНЛ, и вот одной из них дали возможность провести спидовые матчи, думаю, было бы справедливо. Потому что очень много недовольных сейчас будет касаемо этими решениями, которые были приняты в конце чемпионата. Ну, прецедента нет. Там даже международное сообщество недоумевает по поводу того, что происходит в чемпионате России. Вот Роттер вообще даже планирует написать жалобу в УИФА. То есть ситуация вообще может международный скандал приобрести. И вот тут, наверное, нужно тоже говорить свое слово. То есть вы говорите о расширении количества команд в премьер-лиге? Как по мне, так это было бы более оптимальным решением на данный момент, поскольку очень-очень много непонятных ситуаций. Почему, например, в ФНЛ можно играть с 10 тысячами, как, например, Оренбург, а в премьер-лиге нельзя? Ну, то есть вообще непонятно. Там команды играли, было и 7 тысяч на стадионе. Однако спокойные коллективы играли в былые времена, и ничем это не мешало и не помогало. Им просто показывали свою игру, вне зависимости от того, сколько зрителей приходит на их матчи. Дэвид, а вот если, так скажем, уважаемые, там, вышестоящие люди замолвят пару словечек за Аланью, ничего не поменяется? Я вот просто опять-таки зашел в Инстаграм РФС, и под абсолютно каждым постом пустите Оренбург и Аланью в премьер-лигу, Аланья-Оренбург в стыке, Аланья, Аланья везде. Я уверен, что в директе у них похлеще там сообщения. И вот такая активность. Вроде еще и петицию создали для того, чтобы все-таки провели стыки. И никак уже, никаких шансов. Есть ли надежда? Ну, нужно надеяться, наверное, на помощь людей очень влиятельных в нашем футболе. И здесь уже неоднократный Валерий Газаев высказался о том, что нужно дать команде попробовать проявить себя в стыковых матчах. И это, наверное, единственное, на что сейчас стоит рассчитывать в болельщикам и самой команде. Потому что сейчас, я уже говорил, самое время, наверное, для каких-то экспериментов. Но эта ситуация точно не красит российский футбол, позиции которого и так заметно пошатнулись. И очень, думаю, вообще всю и геополитическую ситуацию, и еще скандалы в футболе, то это может очень больно аукнуться. Если бы наши клубы хотя бы результатами показывали, то что реформы, которые в отечественном футболе происходят, они важны, но нет. Наши коллективы высыпают в Еврокубках на очень низком уровне. И вот такие скандалы, они отнюдь не играют чемпионат. И такие прецеденты, они не будут менять. Дэвид, спасибо вам огромное за то, что нашли время присоединиться к нам и ответить на наши вопросы. На связи у нас был спортивный обозреватель Дэвид Мамедов. Мы, конечно же, все будем надеяться на то, что все-таки дадут Алане стыковые матчи. Для тех, кто не понимает, стыковые матчи – это когда в турнире занимаешь, например, в ФНЛ третье-четвертое место. И для того, чтобы выйти, так скажем, в следующий уровень, на следующий уровень в Премьер-лигу надо сыграть с командами, которые заняли в Премьер-лиге 14-е или 13-е место для того, чтобы, то есть, кто выиграет, тот и будет в Премьер-лиге. Так что вот нельзя команду, конечно же, лишать такой возможности. Причем все отмечают, что в такой футбол, в который играет Алане, в России еще не играли. Это очень здорово. Действительно, даже в Европе мало кто играет с такой схемой, где вратарь практически весь матч находится не перед воротами, а практически в середине поля, в центре поля. Это очень здорово и очень красивый футбол показывает наша команда. Ну, будем далее валить, конечно же, за Аланию. Ну, а сейчас о других спортивных новостях. Каратисты из нашей республики успешно выступили на соревнованиях в Майкопе. Они завоевали семь медалей. Об этом нашему агентству сообщил тренер по карате Алан Габатов. Он сказал, «Наши спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В соревнованиях принимали участие семь каратистов». Конец цитаты. По его словам, в дальнейших планах у каратистов подготовка к чемпионату России по карате, который ориентировочно пройдет в июле. Ну, а ранее спортсмены из Северной Осетии завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях по карате. Они назывались Кубок Кавказа и проходили они в Сочи. Конечно же, очень приятно за каратистов Северной Осетии, ну и, конечно же, за каратистов Южной Осетии. Приятно читать об их победах. Ну, а российский боксер Федор Чудинов 4 июня проведет бой против бойца из ЮАР Рина Либербенга. В Санкт-Петербурге это произойдет. Это будет главным боем вечера на Сибур-арене. Взвешивания боксеры пройдут 3 июня. Напомним, на счету Федора Чудинова 23 победы и 3 поражения. Последний бой Чудинова прошел против Малавица Азика Чилимба в начале года и завершился в ничью. В рекорде Рина Линенберг 29 боев, 21 победа, 7 поражений и 1 ничья. Поэтому, конечно же, интересный бой предстоит, которого, конечно же, очень ждут поклонники этого вида спорта, ну и, конечно же, поклонники Федора Чудинова. Ну и, конечно же, напомним, что Федор Чудинов тренируется под руководством нашего осетинского заслуженного тренера по боксу, южной осетинского заслуженного тренера по боксу Российской Федерации Виталия Асланова. Так что будем держать за них кулаки. Ну и еще об одном воспитаннике Виталия Асланова. Осетинский боксер Алан Хугаев 27 мая проведет профессиональный бой во Владикавказе. Об этом нам сообщил сам спортсмен. Место проведения боксерского вечера уже известно. Это ресторан-турне. Как сказал сам спортсмен, цитата, подготовка проходит хорошо. Конец цитаты. Напомним, боксер последний раз дрался на ринге 11 марта. Тогда он отправил своего соперника Музафара Расулова в нокаут в пятом раунде. Вообще, Алан Хугаев является одним из самых перспективных боксеров России. Он тренируется в боксерском клубе «Ариана». И, как мы уже сказали, под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Виталия Асланова. Пожелаем молодому спортсмену, конечно же, только побед. Алан, кстати, мой хороший знакомый, мой друг. И вот я был в Северной Осетии, в Владикавказе, неделю назад, во время майских выходных. Мы с ним, конечно же, встретились. И он просто в невероятной сейчас форме. И, кстати, очень приятно с ним дружить, потому что мы пошли в какое-то кафе. И там его, конечно же, узнали. И там ему пару блюд бесплатно просто дали. Очень здорово. Типа, вот есть... Слава, Александр, слава и любовь поклонников. Дорогие друзья, напомним, что вы находитесь на частоте 106,3. Это радио «Спутник». Не переключайтесь, мы вернемся и продолжим наш эфир. Дорогие друзья, наш эфир хоть и подходит уже потихоньку к своему логическому завершению, но, тем не менее, пока что продолжается, пока еще успеем мы вам рассказать новости. Успеем рассказать то, что происходит в Южной Осетии, в Северной Осетии, в России, ну и, конечно же, во всем мире. И мы поговорим, точнее, следующая тема у нас из... Следующая тема и новости станции юных натуралистов, так как там возобновились походы по окрестностям города. Это очень здорово, и мы поговорили об этом с инструктором по туризму, с Зарадой Кулумбеговной. И Зарада Эндриковна нам подробно-подробно все рассказала о том, в какие места будут ходить дети, какие экскурсии будут. И давайте вместе послушаем. Станция юных натуралистов после изоляции и ковида возобновила свою работу вот в январе. Но мы чуть-чуть позже начали, наверное, где-то на недельку, вышли на свои поля. И в чем наша работа? Станция юных натуралистов, она-то и так как бы работала, но конкретно касаясь нашей программы, она у нас в рамках государственной программы, называется «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения». И года три назад ребята во главе с директором станции юных натуралистов пробили такой проект, что инструктора от станции постараются работать в направлении путешествий по родному краю. То есть, что будут работать с детьми, со школьниками разных возрастов и будут знакомить их с родным краем. Постараемся, хотели обширно, глубоко попробовать знакомить детей с родиной и научить их каким-то базовым навыкам безопасного хождения в горах, то есть туризму. Горному, пешеходному, всякому. Мы работали два года, это было с 2019 по 2020 год. Одна программа была, а вторая программа вот пофинансирована с 2021 по 2023. Ну, что это такое? Значит, у нас на станции работают шесть инструкторов, и что мы делаем? Мы работаем с детьми от пятого до одиннадцатого класса. Одиннадцатый класс, сразу начну с него, потому что мы рассчитывали, что каким-то образом захватим детей старшего школьного возраста, чтобы они, ну, если и уезжали, то уезжали с мыслями о том, что родина – это что-то такое, что мы трогали руками, видели глазами, ходили ножками и любим всем сердцем, чтобы возвращались, чтобы вкладывались сюда, создавали семьи и все остальное. Ну, это старшие классы. С такими мыслями мы приступали, а с младшими помедленнее и попроще мы должны были как-то доводить. Но, к сожалению, с одиннадцатым классом как раз у нас напряг получается, потому что все дети заняты всякими дополнительными занятиями. Десятый, одиннадцатый класс довольно проблемно у нас получилось с ними работать. Таким образом, у нас сейчас инструктора, мы охватили фактически, наверное, всю школу. Наверняка ждали теплого времени года, да, чтобы возобновить вот такие походы. Скажите, пожалуйста, куда уже успели пойти, что уже успели увидеть дети? По два похода успели наши инструкторы делать. Это значит, мы сводили их на крепость, Хейтская крепость над городом, она видена почти с любой точки города, на Фийской высоте. Водили их к Усредкуерной. Это у нас, то есть маршруты свои определенные, мы по ним водим. Вот мы пока два маршрута смогли освоить, как раз ждали теплого времени. И вот на каникулах мы тоже ждали, но, к сожалению, в серединке у нас вот такое похолодание выпало. Наши планы сильно корректируют погода. Но ничего, дети воодушевлены, дети хотят, надеюсь, наверстаем. То есть у каждого инструктора, получаясь по два похода, по этим маршрутам, которые я перечислила, один на восток от города, другой на запад от города. Круговые такие маршруты замкнутые. Куда еще планируете отвезти детей? Походы разные. У нас есть пешие походы, есть авто пешие. То есть часть экскурсий идет на автомобиле, потом высаживаются дети и идут пешком. И есть просто экскурсии, как бы до точки довозятся на автомобиле, и там осматривается достопримечательность, и обратно возвращаемся. Куда мы собираемся? Ну, у нас есть, например, такой маршрут Хинвал, Рук, Робер, Едис, Ерман. То есть мы хотели, конечно, детей и на дольше, чем однодневный поход водить. Ерман – это уже с ночевкой. Это собираемся летом, если получится, конечно. Маршруты у нас пешеходные, это вот недалеко от города. Это мы на полдня и на весь день уходим, как я сказала, на восток и на запад от города. А вот автопешеходные туристы, этот, маршруты у нас идут тоже на восток, на запад от города, на север от города. Ну, вот в Ленингорский район мы обязательно свозим детей. Там полно, очень много мест, которые даже мы сами по католкам не изучили. Детям очень нравится смотреть. И, к сожалению, разрушены, у нас фактически не осталось чужой осетий, цены из башен и каких-нибудь памятников архитектуры. Но вы знаете, что, например, в Ленингорье есть дворец аресталов. Вот это один наш такой ключевой маршрут. Там у нас свой экскурсовод, очень грамотный директор. Никогда не отказывается от трудничества. Значит, мы собираемся туда водить детей. Мы собираемся и в Корсево ездить, и в Жахино. Это уже на запад от города, на Урский район. Собираемся в Тиавский район плотнее изучать. А так как Тиавский район – это больше горная местность, вот там у нас будут уже чуть-чуть такие нагрузочки. Так что у нас дети не просто входят. То есть я сейчас говорила больше как про экскурсии, но мы делаем также упор на спортивную составляющую. При Станционных натуралистов также существует скалолазная секция, можно сказать. Ну, секция, наверное, это громко сказано, но все равно мы пытались еще в прошлом году набрать детей. Я сейчас пользуюсь возможностью и через вас, скажем так, еще раз информацию попробую довести до тех, кто хочет этим заниматься. Мы принимаем также на скалолазание детей от 6 класса и до 11. Открыта секция при Станционных натуралистов. Есть свой скалодром искусственный. Торжественно, наконец-то он у нас. Это была мечта многих поколений в Южной Атеции. Первый раз у нас такое дело. У нас дети очень даже неплохие успехи имеют. У нас это сосуществует вместе скалолазание, горный туризм, краеведение. Все это под шапкой путешествия по родному краю. Вот так объединено в нашей программе на Станционных натуралистов. А скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Если, например, ребенок не состоит в Станции юных натуралистов, он никак не может присоединиться также к таким походам? Присоединиться к походам? Да. В общем-то, у нас получается, хочешь не хочешь, так получается. То есть, когда мы забираем детей, мы не только тех, которые занимаются у нас на Станции, на Станции забираем, а объявляем в классе, что вот собираемся в поход, живающие могут присоединиться. И у нас, как правило, получается больше, чем планировалось. Ну, например, присоединиться с другой школой не могут. Вот, потому что, как бы, если я работаю, например, с девятой школой, там, или с Альбьоном, то я сама могу присоединить девятую с Альбьоном, например, но не с чужих. Бывает, что мы, инструктора, конечно же, вместе сотрудничаем, и мы вместе работаем. То есть, несколько школ вместе. Но если ребенок хочет конкретно только в один поход присоединиться, то он должен смотреть, кто в этой школе инструктор от Станции, и присоединяется к ним. То есть, если вы хотите выбрать, например, на какой-то конкретный маршрут и вот туда пойти, то с другой школой вам вряд ли удастся. Для слушателей старше 16 лет. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ